Стрит-рейсеры из объединения The Most не смогли закрыть сезон нелегальных гонок. Провести последний заезд им помешали патрульная полиция и мэрия, которая коммунальной техникой заблокировала известный участок дороги Север-Юг под железнодорожным путепроводом. На шумные гонки часто жалуются местные жители. В то же время сами гонщики говорят, что этот участок дороги не используется, а во время заездов они соблюдают все правила безопасности. Одесса известна своими локациями, вот такого характера уличными. С одной стороны, кажется, ну да, у нас вот буквально тут в квартале уже жилые дома начинаются. У нас, ну, до центра города подать рукой, что здесь может происходить по ночам. Но это только поверхностное суждение. Все происходит до 11 вечера, все происходит по субботам. И в 11 вечера все заканчивается. Причем, насколько тут, допустим, часов в 9, полдесятого вечера невозможно сюда подъехать. Здесь пробка от желающих посмотреть. Здесь количество людей летом иногда тысячами исчисляется. В 11 вечера по щелчку здесь никого. И в этом смысле я просто двумя руками за то, что они делают. Это поддерживает автомобильную культуру. Это создает определенный образ автомобильной Одессы. Недовольные вмешательством полиции и коммунальщиков. Гойщики переместились на барковку Фозе. Оттуда колонны двинулись к ЖД вокзалу, где заблокировали движение. Там же стали возникать стычки с полицией. Патрульные говорят, что гонщики не имели права перекрывать движение из-за своего протеста подобные соревнования нужно согласовывать и проводить на безопасных участках дороги. В суботу стався конфликт с водителями автотранспорта, которые массово собрались на территории города. Было уничтожение движения транспортных средств, перекритие дорожной мережи. Согласно, патрульные затримали двоих организаторов и доставили их до районного отдела полиции для заявления. Теперь участники организации «ЗМОЗ» требуют от города найти место для гонок. Они напомнили, что мэр уже обещал это сделать, но не спешит решать этот вопрос.